Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Псалом 67, 11 стих. Народ Твой обитал там, по благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного. Что этот стих нам говорит? Вот есть такое выражение, мы по-русски говорим, мне интересно. Интересуюсь. А слова интереса в Библии вообще отсутствует. Ни в Ветхом, ни в Новом Завете его нет. Но у него синонимов много, несколько десятков. Это любовь к чему-то, это ожидание лучшего, искусство там разное, все. Мы сегодня посмотрим, без чего нам не спастись. Не интерес, а необходимость, крайняя необходимость. И проверить себя, имею я это или не имею. Вот мы вчера рассуждали о небе. Что такое небо, откуда, как. И сегодня мы заглянем глубже еще. Что нам дано? Мне есть один такой ролик, казаться 7-Б, без чего нам не спастись. Б. Бог, Библия, благословение, благодарение, благовестие. Набираются 7 слов, без которых не спастись. Это 7. И трудно запомнить. И употреблять. Мы просчитаем. Деяние 15-28. Потом можете переспросить, записано будет. И проверить, мне это есть или нет. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого. Вот нужно разбирать, чего, какое. Деяние 15-я глава ограничивает нас в питании. Верующие даже не знают. А вот такой-то гемоглобин продается. А ты не имеешь права употреблять. А почему? Написано кровь. И в крови душа животная, дух его. Не употреблять. И все отпадает. Мы православные. У нас посты. Посты такие, что лучше назвать, было бы смена употребления пищи и прочее. Настоящий пост человек ни граммы не ест и ни одной капли не пьет. Я встречался с людьми, молодыми, с детства навыщенные. Объявили пост. И они в скорби такой, где разгружали, я в карман полез, а там семечко. Одну семечко раздолила и пост нарушила. У нас этого нету. Меняем только и все. Но никто нам не запрещает настоящий пост исполнять. Не пить и не есть. И сдвинется то, что стоит впереди, которое сдвинуть нельзя. Вот пятнадцатая глава «Деяния апостолов» говорит о том, что апостолы первые дали ограничения, что можно, а что нельзя. Дома прочитайте эту главу. Пятнадцатая глава. Это новозаветие, конституция для нас. Употребление что, когда, как. Вот без света мы не проживем. Никак. Потому что даже в сплошной тьме на земле светятся разные свечки, растения. Настоящая тьма будет только в вечности. Бросьте во тьму внешнюю. Есть внешняя и внутренняя, когда человек не верит в Бога. Он во тьме находится. А Господь говорит, я предложил тебе, вот, сделай выбор. Благословение и проклятие. Прямо. Смотри, небо и бездна, ад. Сделай выбор. Благословение и проклятие. Жизнь и смерть. И Господь говорит, зачем вам умирать? Изберите жизнь. Притом это нам предлагает Господь Бог каждый день. Во время войны было исследование сделано. Я уже не раз об этом говорил. И гляжу, почти никто не запомнил. Смучилось, что начальника главного, сказать так, который в бой водил, снайпер убил. А наступление. Следующий за ним, за полковником, подполковник, там майор. Но в атаку повел сержант. Почему? И вот так и здесь. Подробно об этом говорит митрополист Сергей Старгородский. Будет время, когда Господь будет избирать. И человек, движимый, энергия от Бога, не имея никакого сана, поведет за собой людей. Шесть качеств. Проверь себе. Первое. Воображение. А какое воображение? Ну, ты думаешь переезжать. Как ты приедешь сюда? Какой транспорт? Что ты можешь привезти? Воображай, что будет дальше? Вот думает человек, хочу быть священником. Хотите быть епископом, написано. Это доброе дело. Бог одобряет. Но вспомни, что говорит нам Святая Библия об этом. Ты отвечать будешь не только за себя. Ты пастырь. Ты овец ведешь. Доведешь ли их до неба или нет? Потому что меняется тактика отношения с мирской властью. Вот случается война. Патриарх благословляет. И тот, кто будет убить на войне, получит Царство Небесное. Ни намеков малейшего нету в Библии об этом. А наоборот. Взявший меч от меча погибнет. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Откровение 13.10. Это надо с детства учить ребенка этому. А не так, сегодня я что-то сделал, сошло. Завтра он еще больше делает. Сколько веревочки не висит, а наконец ее будет. А потом удивляется, а почему так оказалось. А он изо дня в день подготавливал себе путь к гибели. Вот первое это воображение. Ты думаешь быть таким-то. И что будет? Значит, второе качество знания. Надо много знать. А тут разговариваю с молодым человеком. Что не спрошу, не знают. Называю всемирно известные имена. Не знают. Как поступить, не знают. А для чего тогда ты живешь? Впереди нас прошедшие оставили нам путь. И путь этот ты сам рассмотри. Воображение, знание. Но знание у тебя есть. Дальше умение. А те знания притворить в жизни. Ты можешь взять книжку, читать. Все знать. Но на машину, если ты ни разу не садился, ты не поедешь. Уметь. Умение. И дальше решимость. Серафима Саровского спрашивал. Мы верим. Мы верим. Знаем. Но почему не получается? Решимости не хватает. Порвать с тем строем, которым находишься. Ведь у нас тысячелетия православия на Руси отмечали. И церкви. И церкви, как таковой, нигде не видно. А подражание царю, подражание великим людям, они диктуют условия. Как после Константина, Констанции зашел в Вселенский собор. Он руку положил на меч. Слово мое, закон. Пятый Вселенский собор не издал ни единого правила. Епископы, говорит, под скамьями прятались. И это не в одном месте только. Но если ты пошел, не оборачивайся назад. Взявшись за плух и оборачивайся назад. Не будет успешен. Решимость. А вот эта решимость, порвать с прошлым, она дается Богу. Серафим взвешивает все и не знает, какой результат. Погрузись в пост и молитву. Вот ребенок маленький, уже блеснуется. Он не может собой руководить. Он дает родителям, как себя вести по отношению ему. Говорит, веревки ввезут из него. А как это переменить с Богом? Писание говорит и определенно, четко, что ты должен, Отец, делать. И это то, что делать, надо рассматривать во свете Библии. Называется беспощадность. Пятое качество лидера. Которое это в семье, это в государстве. Пятое качество. Вот сегодня я уже говорил об этом. Я призывал молиться об этом. Что президенту Российской Федерации Бог указал на одного человека министром обороны. А он совершенно не военный, хотя и к военному делу когда-то обращался. Ему Бог открывает. Арест за арестом сейчас идет. Взятка полтора миллиарда. Вот какие взятки. И он наводит сейчас. Арестовывают. Сразу двое помощников умирают. Там условия в СИЗО, следственные заряды. Да что ты на кухню или к теще приехал-то? Я могу об этом рассуждать. Я был там, видел. И условия вполне подходящие. Вот как Иуда Венгур показывает. Никто к ними заходит. Внизу окошечко открывает. Они уже в проказе сгорают. И никто ничего не знает. Сегодня не так. Там проверка идет. Чистота. Все сделано, чтобы человек страдал за то, что ему назначат суд. А не до суда, чтобы он погиб. Хотя начальство иногда и нарушает. И может быть даже не иногда, а постоянно. Но не в той мере, как говорят. Повторяю. Вот эти пять качеств встречаются у людей. Я встречал. У нас вообще не есть такие люди. Шестое качество не может добыть. Шестое самое простое качество. И самое трудное. Привлекательность. Тебя даже нет. Но ты все время в центре событий. Заболел, ты куда-то уехал. Тебя дома нет. В центре событий. А как бы он поступил? Зная, что он не делает ошибок. Коротко сказать. Апостолы услышали. Такие-то люди обратились к Богу. Их интересовал только один вопрос. Получили ли они Духа Святого? И когда пришли туда, апостолы стали спрашивать. А мы даже не слыхали. Смысл соединения Бога с Богом полное. Это сегодня я разговариваю. Человек. Ну а как я могу узнать? Мне кто-то должен сказать? Или я сам определяю? Это говорит, кто-то не встречался еще с Богом. Бог открывает человеку настоящее. Прошедшее и будущее. Ты молись, и Бог даст тебе... Я могу делиться личным опытом. Когда 27 сентября 1962 года в 17.00 я впервые встал на колени, держа в руках Слово Божие. Я почувствовал, как во мне что-то меняется. Встал с молитвой. Она не больше 20 минут была. Я своим, как говорится, зрением смотрю на того, кто начал молиться и кто встал. Это абсолютно разные люди. И как Иеремия говорит, я усилил усомолчать, но внутри меня в костях моих разлит был, как огонь. Я удерживать пытался устал. Это бесполезно. И в этот же вечер я стал говорить на корабле. Живем совершенно неправильно. Иисус умер за нас. Я вот сколько разговариваю некоторое. Ну кто знает, что ты верующий? А зачем ему знать? Я верующий вчера говорил об этом. А крестик с другой стороны майки. А дома крест где-то обеда стакана, пужеры там за ними не видно. Я помолюсь. Не так. Где бы ты ни был, у тебя всегда будет толпа врагов. А почему? Ты изменил сатане. Когда Ирина обратилась к Богу, дьявол, как выпиял. Ты изменница. Ты изменила мне. Я тебя каких людей находил? То есть на грех. Не знаю я тебя. Сгинь окаянный. Старые твои наклонности, свои привычки, рассмотри во свете Святой Библии. Имеете ли Духа Святого? Кремленам 8.9 четко говорит, кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Знаете, как не содрогнулся? А я причащался. А я и патриархом стал. Не имеет значения. Библия об этом не говорит. Она говорит о наличии Духа Святого. Жил ли ты в Духе Святом? Скажите сами себе. Вот что-то не просто до дома дойти. А у тебя ясно было сказано, что Господь говорит, воззови ко мне, и я услышу тебя. Когда ты вот воззвал, и сразу, буквально сразу, ты почувствовал, Бог услышал меня, я обязательно это получу и сегодня, и завтра, а может в момент молитвы. Бог дал нам возможность это проверять на практике. А на практике это, значит, исполнение полное. Порожительное или отрицательное. Не говорится. Но Бог услышал. И Бог заговорил со мною, и все вострепетало вокруг. Он заговорил, я услышал его, какие его говорят. Считаем. 1 Коринфян 9,16. Слово, интерес отсутствует в Библии. Но мы найдем интерес в общении с Богом. Когда спросили, приняли ли Духа Святого, а мы даже не слыхали. И они возложили руки на них, и Дух Святой сошел, и они заговорили на разных языках, прославляя Бога. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. У священника угроза такая. Кто-то пришел ночью и стучит. И у батюшка, у нас мама умирает. Ночь, полночь он обязан идти. А там стоят двое уже с петлей. Влез и сразу повесили. И сколько таких было. Это в начальные годы советской власти было. Наконец-то обнаружили их и рассчитались с ними. А как нужно делать? Благовествовать. Вот священник, если... Я уже говорил даже с батюшкой. Ты можешь вот это сделать? По-божьему, а не по-человечески. Не могу. Написано, не прибавляй к словам его. Притча 30-й глава 6-й стих. Чтобы он, Бог, не обречил тебя, ты не оказался лжецом. Молитвы много есть. Но главное, молитва Отче наш. И в молитву Отче наш поставили предложение. Я батюшке говорю, ты прочитай вслух. Он читает. Его Отца и Сына и Святого Духа. Как заканчивается. Где ты нашел это? Ну, открой. Посмотри в Библию. Вот она лежит у тебя. Нет этих слов. Там не сказано, хорошее или плохое. Не прибавляй ни одного слова. А что я должен делать? Вот вопрос и кончился. Если Бог даст мудрости, даст силы, тем более Он ни от кого независимый, нужно считать как есть. Вот вы когда считаете, поете постоянно, счастнейший хирургим, а что это? Божественное слово, и у него вставили эти слова, запевают. Вы сделаете отдельно, просчитай, чтобы не добавлять, и отдельно счастнейшую хирургим пропою хоть 20 раз. Мы что, слепые, глухие? Мы не слышим. Господь говорит, чтобы я не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. А учит, лжецок возле Олгином. Священство на одной ниточке буквально висит. Уберите эти слова. Их нету там в Библии, в Новом Завете, в Евангелии нету слов этих. Ни одного еще я не нашел, который бы это сделал. Бывает, восстают, запрещают священникам. Здесь как вот наговор какой-то. Почему? Пускай они решают. Я никогда не считал, и читать не буду. Их нет таких слов. Вы для себя имеете в виду и говорите со священниками. Лишний раз надоедать боюсь уже. Мы считаем Слово Божие. Вот 1 Коринфян 9,16. Внимательно послушайте еще раз. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Горя. Со священником идем из храма. Я говорю, батюшка, сколько служите уже? На Украине. Он говорит, 51 год. А что сегодня читало Евангелие? Не знаю. Ну вы же стояли с Евангелем, читаем. Не знаю. Это наша слепота православная. Почему секты так быстро растут? Потому что они взяли православный перевод, синодальный перевод, и прямо считают, и люди видят. Мы же Бога не знали. А чтобы Бога знать, надо смотреть его в Евангелие. Если священник не проповедует, ни одной проповеди не сказал за 50 лет, с него никто не спросит. У нас все перевернутое вот так. А если по вызову не вышел, сразу снимутся. Это что? Кто нас научил так? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Другого нет. 10 глава, 17 стих. Рим нам считаем. Итак, послание к Титу. 3, 14. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Забота какая. С чем мы предстанем пред Богом, если сегодня один осколок ракеты упадет сюда? Другого нет никак. А вот надо помолиться. Библия нигде не говорит о том, что я умру неверующий, и за меня будут подавать, молиться. Нет этого. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Прямо говорит, всем, всем до одного, по патриарху, папе римскому, всем должно предстать предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Я не против молитвы и прошу за меня помолиться, но речь идет о верующих. Я предстану с тем, что у меня есть. Самая большая награда, когда злословят. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небеса. Если ты верующий, тебя никто не трогает, не поносит, не придумывает. Подумай, почему? Когда Писание в 9 блаженстве прямо говорит, «Тогнали пророков бывших прежде вас». Другого пути нет. Если ты верующий, там живешь уже в одном месте, и тебя сдает, и никто тебя не трогает. А есть неверующие, есть люди, которые приезжают где-то, они поневоле на тебя натолкнутся. Почему? Ты им стал говорить. Им стал говорить Слово Божие. Есть Слово нужно. Оно встречается 49 раз в Библии. Необходимость. Я просто вопрос задаю. Что нам нужно конкретно делать? Я вчера давал задание. 26 раз просьб выразите. 26 просьб ко Христу. А второе, это 26 стихов в 135-м салме. Благодарение. Когда в последний раз ты благодарил? И за что? Тоже 26 раз. А третья ступень Словословия, самая легкая. Не надо ничего просить, не надо благодарить, аллилуйя, за 26 действий Божиих. За все. А он везде благодарит, благодарит. 135-й салмом. Весь состоит из третьей ступени. Даже в салтыре, даже в Библии больше такого места нет. Спрашивают, ты считал это? Вроде считал. Не вроде. Ты что бы не увидел, да слава тебе, Господи. Аллилуйя. Чтобы ты не просто аллилуйя бормотал, а ты пел. Это лучшая песня. И не 8 глазов, а 88 глазов. Бог, Спаситель мира. Он дал Сына Своего за нас. И вот самое главное, что Он из бездны извлек нас. Где бы мы были сегодня? Нас ничем не собрать сюда. Воскресный день, куда-то поехать. А с Богом мы, в первую очередь, находим единение здесь, с молитвой. Итак, сначала к Евреям 9,16. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Слышали? Не при жизни отбирать, а то, что завещал, и после смерти. А если время, они там сумели сделать что-то, махинации какие, перед Богом. Велика ваша награда на небесах, и расхищение имения вашего приняли с радостью. Это нас учит Слово Божие, учит Дух Святой. Он наш наставник. Смотрите, сколько у нас надписей. Вы найдите храм один, где-то, назовите мне его. А храмов десятки тысяч уже. Где Слово Божие пользуется таким авторитетом? На выходе и там есть. Я уж не говорю о нашей трапезной. Все в Слове Божие. Поэтому спрос будет с нас намного больше с тех, которые ничего этого не имели. это и так. Четвертое царство, 4.13. К нужному. И ты должен об этом тосковать. А у меня этого нет. Я уже сколько раз говорил. Человек говорит, а я не могу говорить, у меня язык запретается. Ну, заика. Ну да. А у тебя братья есть. Это Аарон был заик. Моисей сказал. А у тебя брат Аарон. Говорил, он будет передавать. Ты будешь в него вместо Бога. Кто считает Библию, так и написано. Поэтому не ссылайся ни на что. Не можешь. Говорю, вот посылки делают в Австралии. И между собой разговаривают. Посылки Библия рассылает где-то. А как ты обратился? Как обратился? Да я вон в том городе был. Я однажды иду там с базара. А кто-то меня поплещил, поколотил. Я обернулся, говорит. А он мне Библию дает и показывает. Я глухонемой. Я разговаривать не могу. А другой говорит. А в другом городе я встретил такого. Вот он один. Он один глухонемой наполнил эту комнату. Он написал, что Библия написана. Показывает. Я разговаривать не могу. У них жест особый. А вот Евангелие. Испытайте на себе. Сегодня Господь лишит слуха, зрения. Сумеем мы служить? Вы видели человека, у которого нет руки. А вы видели сами, у которого нет двух рук и двух ног. Как его? Ник Войчич. И он приезжал специально. Я не знаю, по решению патриарха или кого. И он здесь выступал. С ним встречался Папа Римский. президенты разные. Показывает, сколько там, 50 или 100 миллионов, которые нашли утешение в болезни своей. Отец, когда стоял в коридоре, вышел хирург и говорит, к сожалению, сын родился без руки. Он говорит, а так и пополз пустяне. Руки-то нету. Он уходит, говорит, у обоих рук нету. А дальше вышел, у него ног нету. И показывает, как он ездит. Как он причёсывается, как он купается, как даже в футбол там играют. Это надо видеть, чудо Божие, что Господь делает. И человек этот, он проехал по всему миру. И там приходили арабы, другие больные, целуют его. Почему? Потому что у меня одна рука есть. Я бы в нем нашел утешение. А такие люди... Я однажды спрашиваю здесь, я говорю, а ты знаешь, что такое Алексей Моресев? Нет. Это единственный человек, который потерял ноги и обратно вернулся на самолёт. Вот как. В Америке был один с одной ногой. И в фильме есть такой, пояс на настоящем человеке. Его показывают. Ну, в раз, вдруг он на ногах культяпки эти остановятся, они кровью наполнялись у него. И он добился своего. А даже в фильм сегодня смотреть, и то. Ну, а у нас будет только холосерки, он уху протягивать. Ну, а потом он стал главным редактором пиодетской правды. Да, неверующий. Может быть. А вере тогда не говорили. Но мы можем взять добрый пример. Никогда не отчаивайся. Согрешить, Нил Сенай сказал, это дело человеческое. А отчаиваться, это дело сатанинское. Всё, пропал, не нужен. Сколько раз пал, столько раз вставай, говорит Златоусь. Я не поощряю падение. Я говорю, чтоб ты не отчаивался. Сегодня такая обстановка, она после обеда может так решительно измениться, что самые сильные миры будут завидовать тебе. Что тебе Бог открывает? 4 стаж 4.13 И сказал ему, скажи, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царём или с военачальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. Эта женщина помогла пророку, и он потом, говорит, комнату выделил, а что сделать? А я среди народа живу своего. Ещё буду жаловаться, когда у нас здесь депутаты есть, можно обратиться, начальники в администрации. Вот сейчас затребовали, хотя перед этим, как прийти в мае месяце этого года, с Львовей Николаевной мы были в центральном районе в администрации, а потом у мэра города сегодня Шафранк, Вячеслав Генрихович. Сказали, да никто тут без вашего согласия не будет. Сегодня прямо принимают закон, сколько улиц убирают и будут строиться здесь. И мы ответ, а ответ с 16-го последнего должны дать ответ. Мы ответили, вот брат главный составил всё, документы, и мэр бывший был, нас не должны они тронуть, если только что-то случится. Никак. Потому что 11 лет шёл суд после моего освобождения, как политзаключённого. И так говорится, возврату на прежде невозможно. Отдали мне эти дома, 13 соток, и мы там находимся. И там склады были для детского лагеря, там склады для книг, всё такое. Верующие, священник, мы православные. Вот входили в прошлый раз, и мы простирали руки на улице. Прошу, не расходитесь. Мы сегодня ещё раз помолимся перед нашим Всевышним Создателем, чтобы они готовы документы. Мы всё это, брат, собрал это, и уже отослали. Дальше. Псалом 31.9. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюстью нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Это про нас говорили. Лошадь как. Как уздечку вложил, он слушается. Так и здесь. Когда нас Бог бьёт, тогда застонали. А ты сегодня, рассмотри себя. Я ещё раз говорю, призываю к самому маленькому. Ночью, там после 12, ну, выйди хоть на 3 минуты, посмотри на небо, порадуйся, где мы живём, в какой тишине. В городе выйти-то некуда совершенно. Человек запечатанный. И помолись там. Помолись о том, что здесь, что в другом месте, о правителях. Вот этого дал Господь Белоусова. Там распечатал, там столько, триллионы найдено уже денег. Он говорит, а там всё пенсионерам, дать людям заработок. Уже три раза его отравить пытались. Три раза. Большое собрание было там с министрами. И рискнули на то, и при том депутаты это делают. Даже пусть там 10 отравят, но чтобы его отравить. Но Бог опять его сохранил. Мы, говорит, знаем, кто из разных политических партий, то другое. Возьмите его себе, говорит, на абордаж. Молитесь. Потому что такие люди в столетие один появляются. Он не смотрит ни на кого. Он видит неправду. Деньги, которые отправлены были, даже воюют, которые, и тех обирали. Ни с чем оставляли. Эти люди, даже и людьми их нельзя назвать. Итак, Иеремия. 46. Плохо вижу. Готовь себе нужное для переселения. Дочь, жительница Египта. Ибо Нов будет опустошен, разорен, останется без жителя. Господь предупреждает, на кого вы надеетесь. И что с ними будет? Не возлагай надежду на человека. Да, помогает, да, дружим, но все зависит от Бога. И это было то там пророчество. Они надеялись на кого-то, а Господь говорит, нет. Надейтесь на Бога. Евангелие от Луки 10.42. Здесь говорится о том, что нам нужно. Не возлагать надежду на мирского человека. Во всем я на него полагаюсь. Можешь ошибиться. Его подкупили, и он сегодня против тебя пойдет. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Ну, Христа сидела и слушалась. Это совсем нетрудно. Марфа суетилась, там специи какие-то, хлеб, может, лепешки пекла. А о многом Марфа заботишься. А без Марфы ты гостей-то не примешь. Но главное, чтобы Марфа не забывала и не оставляла, а Мария не оставляла ее одну. Тут можно сориентироваться. И 11-18? 11-18. 14. 14-11-18. Это Евангелие от Луки. И начали все, как бы, сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Федор, у него отговорок много, смотреть. Смотреть, наверное, надо было до покупки. А теперь туда не заедешь, размякну, утодишь. И дальше, что она, кто ссылается на что? Первое, Петра 1-6. А всем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. Искушения? Не удаляйте, избави нас от рукава, не веди в искушение, а Господь допускает. Я слышал такое. Две девочки идут из школы, идут прямо где надо, за бордюром, и пьяный наехал. Я одну задавил. Отцу, когда сказали, он что сделал? Первым делом домой, и сразу ружье схватил. А он убежал на остров, не могут взять. Ну, почему мою отличницу? Везде она на Олимпиадах, везде первая. А эта конопатая соседка, она сегодня уже тварь такая. Почему не ее задавили? Я его горел, страдания близко так воспринял. Это так бывает. Близкий человек, кажется, без него и никуда. И все время боюсь об этом. А уже когда взяли, тут вопрос другое, окончание. Надо согласиться. Два мальчика. Крючки сделали, за машиной цепляются. На повороте машина пошла, а они по инерции и прямо оба сразу погибли. И никто не пожалел. Почему? Потому что у них какие-то мопеды, они трещали там во время ночи, людям настолько надоели, что наконец-то, говорит, Бог услышал. Это я уже на практике, кажется, знаю. Смотрите, чтобы дети не надоедали никому. Придерживайтесь о рамах Священного Писания. Есть дети, которые не слушаются родителей. Я видел уже, особенно вот у меня приезжают, когда жалеешь не детей, а родителей. Как так? Родили, кормили, поили. Он вообще не во что ставит родители. И поэтому благословения там нету. Чти отца и мать и будешь благолетие на земле. Иуда 1.3 Что нам необходимо? Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Писно? В звонках, где разговариваете, умейте погоднуть. Очень быстро. После первого здравствуйте и сразу говорите. Потому что это может быть последний шаг. Вот только что разговаривали. С лесом, с машиной-то, а машина, оп, она застыла. А этот раз оказалась полыня, а уже никто не вышел оттуда. Поэтому с кем близко знакомы, встречаетесь, куда-то едете, с начальством, дома уже подумайте, взять Евангелие, нету, придите ко мне. У нас много Евангелия разных. Отдельно, Новый Завет. И людям возвестите радость. Я просто по-человечечке говорю. Вот до этого была женщина здесь, как сказать, секретарь, электронная, начальник сельсовета, так скажем. Евангелие, я не знаю, как, вроде бы, мы близко не были знакомы, но до того она расположена бы к нам, дали Евангелие. Но однажды я перешагнул границу, когда здесь были молитвы, я говорю, платочек бы надеть, но она побоялась, видимо, чтобы не было. Это Господь так делает. С нынешним начальниками местности с советами я не знаком. Будете там кто, не забывайте взять Евангелие. Это главное из главных, что необходимо нам. Евреям 10 и 36. 34. 34. Да, 36. Ну ладно, 36. Посвета раз. Шума. Ну, 34, похоже. Да, ну ладно. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Вот как просто все. Ты одни Аллат, а ты не знаешь, что мне Бог уготовил. А это для испытания. Как будет? Мы не на улице. Вот нынешне сколько людей было, только знали, примерно будет 30. И вот эти небольшие тут саманные, тут старый дом, мы называем Дом Иосифа. Вот. На 30 человек два дня мы сделали матрасы, одеяло и прочее. Ну, это Бог так сделал. Мы даже не ожидали. А и тут приехали еще и с палатками все уставили как. Милость Божия над человеком, который доверяется ему. и вот последнее качество привлекательности. Позаботьтесь об этом. А как? О Боге. Да этот человек такой отставый, он всегда только о Боге говорит. Это похвала. Сегодня ты сказал, завтра, а, говорит, капля камень тощит. если мы желаем быть там, значит, нужно узнать туда дорогу. Воззови ко мне, я услышу тебя. Без этого ничего нет. Лучше бы вам не родиться, нежели родиться только по-плоцки. Поэтому рожденному на земле нужно рождение свыше и крещение Духом Святым. Крещенный Духом Святым уже не нуждается в том, чтобы его понукали. Он постоянно ищет общение с Богом. Он ощущает присутствие Бога. Крещение это полное погружение в благодать Духа Святого. Я сколько здесь разговариваю, они даже не знают. Как это может быть? До конца я не знаю. Я знаю только, что в первый же день, когда я обратился, Бог даровал мне рождение свыше и крещение Духом Святым. И уже через три месяца я стоял за кафедрой и проповедовал. И проповедовал только потом, спустя лет десять, я стал считать, златоуста нашел. Я говорил по златоусту, а я его в глаза не видел. Вот как Бог делает. Что это означает? Избрание. Много званых, но мало избранных. Поэтому положите себе за основание не пропускать ни одного дня, чтобы не прославить Бога здесь на земле днем и ночью при звездном небе. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok